У нас выявлен новый подвид штамма омикрона, это стелс. Он протекает в лёгкой степени, это большая особенность в плане как омикрона, так и стелса. Но можно сказать о том, что вот как раз у этих пациентов, у которых подтверждён стелс, заболевание в лёгкой степени, но вернулся такой наш симптом, как потеря обоняния. Но вместе с тем очень быстро обоняние возвратилось в нормальное русло, скажем так. У одного пациента, то есть желудочно-кишечное растворство наблюдались и боли в горле. То есть это на сегодняшний день пока основные те симптомы, о которых мы можем говорить. Но по сути омикрон, то, что у него есть мутации, не говорит о том, что какие-то особые течения он может вызвать. Мы делаем дозорный эпидемиологический надзор, берём дозорные точки, берём определённое количество ПЦР-положительных результатов и по ним проводим исследования по каждому региону в Республике Беларусь. Потом можем характеризовать и переносить это на всю страну. Ситуации с коронавирусом очень сложно прогнозировать, потому что во всех странах оно протекает по-разному. То есть в прошлом году, в 2021-м, рост заболеваемости был в России в июне месяце, в мае-июнь месяце. У нас этого роста не было, хотя мы тут совсем близкие, родные и так далее. И, конечно, очень сложно прогнозировать эту ситуацию. Мы говорим о том, что у нас на сегодняшний день 60% населения вакцинированного, полностью законченной вакцинации. И хотим продолжить проведение вакцинации для того, чтобы охватить 70% и больше населения. И это как раз будет давать нам надежду на то, что у нас не будет больших подъёмов заболеваемости. Ну, если не будет вообще новых подвидов этого вируса. Вопрос выявления мутации – это обычное дело. И, собственно, это обычное дело вируса на сегодняшний день. То есть грипп, постоянно вирус гриппа мутирует, и вирус коронавируса мутирует. И, собственно, есть большая надежда на то, что, может быть, омикрон, ну, как многие хотят и верят в это, что он будет последним в цепочке вирусов, начиная с 2019 года. Субтитры создавал DimaTorzok